Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилий, канал FreshLife28. И сегодня я вам расскажу небольшой лайфхак. Что нужно сделать перед завтраком для того, чтобы соматотропный гормон максимально отработал. Поехали! Итак, из-за чего у меня возникла идея записать это видео? Дело в том, что очень-очень давно меня, когда еще было 3000 подписчиков, меня попросили записать. Расскажи про свой завтрак. Ну, за базар пришлось ответить. Я сделал вот это самое вот видео о том, как я завтракаю, что я значит завтракаю. Но опять-таки, почему я очень не хотел тогда записывать это видео? Потому что, ребята, это мой завтрак. То есть это лично мой завтрак, а это в общем не директивы для того, чтобы ее копировать. Именно поэтому я очень не люблю, когда мне задают вопросы или вообще задают вопросы на канале. Расскажите свою схему питания, расскажите свою схему тренировок. Копирование ничего не даст. Ну и, собственно говоря, один из подписчиков, вот, собственно, комментарий которого вы сейчас видите, задал вполне резонный правильный вопрос. Если с утра съесть углеводов и овсянку, не придавит ли секретировавшийся инсулин соматотропный гормон? Итак, в чем непосредственно сыр-бор? Давайте-ка я напомню. У нас есть такой замечательный соматотропный гормон. СТГ, он же гормон роста. И вот этот гормон роста, он имеет одну особенность. Он умеет у нас и сжигать жир, и одновременно растить мышцы. Чего не умеет, например, делать инсулин. Другой анаболический гормон, который как раз может и жир растить, и мышцы растить. Ему вообще все равно, что растить. И вот как раз его взаимоотношения соматотропного гормона с инсулином, они несколько антагонистичны, да? То есть на высоких уровнях инсулина, если мы поедим углеводы, у нас поднимется уровень сахара, вслед за ним поползет уровень инсулина наверх, и на определенных уровнях он придавит секрецию соматотропного гормона. И вот в этом-то как раз вся и фишка. Если мы с утра, то есть ночь у нас отработал соматотропный гормон, мы не ели, уровень инсулина у нас с утра минимальный, и этот соматотропный гормон утром еще, особенно если мы рано утром встали, да, то есть не в 12 часов дня, он у нас продолжает, собственно говоря, работать. С утра он занимается у нас восстановлением после тренировки, если мы тренируемся, или он занимается жиросжиганием, но так или иначе у нас получается палка о двух концах. С одной стороны, мы проснулись, тушка есть хочет, собственно, у нас может пойти разрушение мышц, чего-то этого не хочется, собственно. Если мы поедим углеводов, прекрасно, у нас поднимется уровень инсулина, он прекрасный антикатаболический гормон, он с разрушением мышц моментально придавит, но при этом он и жиросжигание остановит и заблокирует соматотропный гормон. А соматотропный гормон у нас в дефиците, да, потому что, допустим, получить хороший уровень инсулина, это несложно. Пожрал, вот тебе инсулин, да, а соматотропный гормон дефицит, и чем старше ты становишься, тем он более дефицитный. Каким же образом можно применить определенную хитрость для того, чтобы вот этот самый соматотропный гормон еще определенное время неплохо у нас отработал? До завтрака. Итак, все вы знаете прекрасно про такую замечательную добавочку, как БЦА, да. Это аминокислоты с разветвленными боковыми цепочками. Три аминокислоты, лицин и залицин вален, которые у нас непосредственно единственные метаболируют прямо в мышцах, да, и они очень у нас важные. Да, важные для нашего организма. Кто бы что-то там не говорил, да, я напоминаю еще раз, что они не могут не работать. Пожалуйста, не надо слушать всю вот эту ерунду о том, что БЦА это не рабочий инструмент. Прекрасный рабочий инструмент. Так вот, как вы все тоже прекрасно знаете, абсолютно любой продукт, абсолютно любой продукт приводит к тому, что у нас поднимается уровень инсулина. Ну, естественно, если мы поедим эклеров, это одно, а если мы, допустим, поедим там курицу или те же самые БЦА, то совсем-совсем другое. И вот этим вот можно на самом деле хитрым образом воспользоваться. Если мы до завтрака, до завтрака выпиваем стакан воды комнатной температуры с растворенными в них БЦА, что у нас происходит? У нас происходит непосредственно стабилизация уровня инсулина, если это БЦА в пропорции 2,1,1. Потому что больше всего у нас вызывает секрецию инсулина именно как раз лейцин. И в пропорции 2,1,1, из-за того, что там есть определенная конкуренция за транспортные белки при всасывании, при такой пропорции происходит стабилизация вот этого самого уровня инсулина. При этом соматотропный гормон от этого уровня инсулина не подавляется. Однако все вы знаете прекрасно, что у нас есть по опытам с творогом и по опыту непосредственно с инсулиновым индексом, про ролики про творог, про инсулиновый индекс, что у нас есть такая штуковина, как глюконеогенез или, допустим, высвобождение глюкозы из печени под действием глюкогона. Это тоже, разумеется, таким же образом, определенным образом поднимет уровень инсулина. Но не настолько, чтобы заблокировать соматотропный гормон. Понимаете? И что у нас происходит? Мы выпьем вот эти самые БЦАшки. У нас поднимется немножко уровень инсулина. Но поскольку мы голодные, да, и наши клетки тоже нуждаются в глюкозе за счет глюконеогенеза. Из этого самого замечательного БЦА мы получим определенное количество глюкозы за счет глюконеогенеза. Глюкогон чуть-чуть выдавит его из печени. И вот секретировавшийся инсулин быстро-быстро, подавляя катаболизм, растащит эти все молекулы глюкозы по нашим мышечным клеткам. Этого уровня будет недостаточно для того, чтобы заблокировать действие соматотропного гормона. И этого уровня будет недостаточно для того, чтобы таскать непосредственно при помощи инсулина запасов жир. Потому что возможности глюконеогенеза, они, в общем-то, не безграничны. Точно так же, как и возможности глюкогона. И это у нас происходит в том случае, если мы, предположим, сидим на диете. И тупо-мерно диетимся. Однако есть второй вариант. Если мы при этом набираем мышечную массу. И у нас, значит, очень хочется нам набрать ее в сухом виде. Мы можем воспользоваться добавкой, которая является БЦА-8.1.1. Почему? Потому что там гораздо больше лейцина. Там гораздо больше лейцина, который будет значительно серьезнее секретировать инсулин. Развивать раздражение бета-клеток и приводить непосредственно к секреции инсулина. Что при этом происходит? Поскольку у нас на наборе масса по умолчанию есть профицит колоража. То есть в течение суток у нас есть профицит колоража. Поэтому синтез белка в принципе возможен. На дефиците колоража синтез белка в натураху невозможен. Почему? Я говорю, что на дефиците этого можно не использовать. А вот на профиците, когда мы набираем мышечную массу, это вполне возможно. И вот этот самый секретирующийся в больших количествах инсулин вместе с соматотропным гормоном. При таких больших. Потому что его будет чуть больше. Помним, что инсулин все-таки, несмотря на то, что он растит жиром, мышцы тоже растят. Это основной анаболический гормон. Он добавит нам непосредственно чуть-чуть вот этой самой сухой мышечной массы. До того момента, пока у нас заработает желудочно-кишечный тракт, упадет уровень соматотропного гормона, естественным образом. И мы можем начать уже завтракать. Где-то примерно через 40 минут, через час после этого процедуры. Значит, сколько нам нужно вот этого самого БЦА? На самом деле тут ситуация такая. Как я говорил, что основная проблема это конкуренция за транспортные белки. Да, транспортные белки для того, чтобы это все успело сосаться в желудочно-кишечном тракте. Поэтому по опыту могу сказать так, что не меньше 5 грамм, но не больше 15. То есть никаких там 40-80 грамм за раз БЦАшек. Я такое слышал, да? Вот не надо этого. За один раз это нам с вами не поможет. Не менее 5 грамм, но и не более 15 грамм. То есть вот где-то примерно так. Значит, почему я этого не делаю? А вот теперь как раз возвращаемся к тому самому моему первому ролику, как я завтракаю. И почему я такой способ не использую? Потому что, друзья мои, канал мой все-таки для людей, не которые занимаются вот такими уже хитрыми лайфхаками. Потому что я говорю, что это для продвинутых людей. Это уже, в общем-то, информация такая для более продвинутых людей. У меня все-таки канал для тех, кто начинает новую жизнь с понедельника. Не хочет ее сбросить во вторник. И вот эти вот все выкрутасы, я, конечно, вот сейчас созвучу их, да, озвучил. Потому что вопрос возник, не придавит ли овсянка с аматотропный гормон. Конечно, придавит. Но такие вопросы, они в большей степени волнуют людей более подготовленных. И на самом деле, когда человек начинает новую жизнь в понедельник, чаще всего я встречаю людей, у которых желудочно-кишечный тракт работает не очень хорошо. То есть, ну вот не идеально. Потому что неправильное питание на протяжении многих лет, спиртное, переедание, вот это бухло, чипсы, кетчупы с утра и всякая-то штуковина. То есть, человеку желательно запустить желудочно-кишечный тракт. К таким людям, увы, отношусь и я тоже. Потому что то время, когда я беспробудно бухал и так далее, не могу сказать, что у меня желудочно-кишечный тракт работает идеально. То есть, совсем-совсем. Я не очень хорошо натощак переношу БЦА. Поэтому я этого не делаю. Это был мой ролик о том, что я делаю для завтрака. Иногда на сушке я вот это вот непосредственно 8-1-1, то есть, с небольшим профицитом колоража, в начальных этапах сушки, я могу использовать. Ну вот, как только я в дефицит ухожу, уже все. То есть, с утра желательно только овсянка. Ну вот, и все. Почему? Потому что у меня просто лучше работает желудочно-кишечный тракт, идет лучше пищеварение, если с утра я закину туда овсянки. Вот этой овсянки, у которых не рафинированная, да, у которой с оболочкой зерна и так далее. Мне это хорошо. Поэтому такой завтрак – это лично мой выбор. Значит, стоит ли пользоваться вам? Ребят, решайте сами, на самом деле. Я считаю, что вот такие вещи – это уже касается, наверное, людей, которые доводят свою форму, да. То есть, у которых уже есть кубики, они хотят кубики побольше, порезче. И это все не через месяц, это все проявится при регулярном использовании на протяжении года, да. Поэтому нужно ли вам это? Вы знаете, я думаю, что нет. Я вот вам рассказал один из способов, да, то есть, что такое соматотропный гормон, и почему он, естественно, если вы поедите овсянки с утра, он, естественно, придавится, да. Потому что овсянка, в общем-то, вызовет поднятие инсулина до таких уровней, которые уже его придавят, да. Это правда. Никуда от этого не деться. Но плата за это – это нормальная работа желудочно-кишечного тракта. И, на самом деле, если вы просто хотите похудеть, ну, вот, то подзаморачиваться, я считаю, что не надо, да. То есть, вы можете спокойно совершенно похудеть на овсяночке вот без этих всех выкрутасов. Но если вы хотите более продвинуто, более по-крутому использовать свой организм, да, то есть, там, вы уже вооружены знаниями, что можно там за 40 минут до завтрака стакан теплой воды с размешанными, в нем BCAA не растворяются. Все, наверное, это помнят, да. Если у вас растворились BCAA, то, значит, это фейк. Это подделка. Ну, ладно. С размешанными взвесью вот этого, значит, порошка BCAA от 5 до 15 грамм на сушке или, там, на похудении. 2.1.1 на профиците калорий. Можно 4 или 8.1.1 или даже 12.1.1. Я, на самом деле, беру обычный BCAA, просто лейцин туда добавляю. Отдельный банк я купил лейцин, потому что покупать вот именно в правильной пропорции, блин, мне от души джаба. Ну, вот, вы можете это сделать. Так что, вот такой вот ответ, что у нас будет на завтрак для того, чтобы чуть-чуть заставить получше поработать наш соматотропный гормон. Вот есть такой вот лайфхак. Что ж, друзья мои, походные условия. Я поехал тренироваться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Базилио, специалист по начинанию и не бросанию новой жизни с понедельника. А на сегодня это все. Всем пока-пока. Продолжение следует...